Здравствуйте! Несколько лет тому назад дело было, по-моему, в 2019 году, в самом начале 2019 года. В интернете был опубликован такой небольшой припринт заархивированный. Там соавторы были, как всегда. Самый, так сказать, титульный соавтор был Текекава. Это японский астроном из Национальной астрономической обсерватории Японии. Они занимались исследованием в радиодиапазоне излучения, исходящего из центра нашей галактики. В центре нашей галактики, как известно, существует сверхмассивная черная дыра. Эта сверхмассивная черная дыра имеет массу, несколько миллионов масс Солнца. Вот такая вот сверхмассивная черная дыра. Какое-то время тому назад ученые всего мира, астрофизики, ожидали, что движущийся в непосредственной близости от этой черной дыры объект упадет на нее. И тогда увидят шоу поглощения звезды черной дырой. Но не срослось. Объект оказался, не прошел достаточно близко. И он, значит, движется по орбите вокруг этой сверхгигантской черной дыры. Есть еще ведь другое население нашей галактики. Это черные дыры самых разных масс. И вот японские астрономы заметили, что есть некий такой поток газовый, движущийся вокруг пустого места, в общем-то говоря. Этот газовый поток движется очень быстро, он ионизирован, и поэтому излучает радиоволны. Поэтому это было обнаружено. Измерены были его параметры. И было, значит, определено, так сказать, по прошлым наблюдениям, когда же он появился. Оказывается, он появился в результате того, что в тех местах проходила туманность. И вместо того, что... Ну, туманность, то есть облака газа, межзвездная облака газа, весьма рассеянная. И вместо того, чтобы упасть на сверхгигантскую черную дыру, вот эту вот миллионную, с миллионом масс Солнца, оно не упало, а было кем-то захвачено. Кем? Черной дырой. Значит, движется, как говорят, так сказать, астрономы по Кеплеровской орбите. Ну, знаете, Кеплеровская орбита, значит, по эллиптической траектории движется. В одном из фокусов которого находится некий объект. А именно черная дыра. Ну, то есть она тоже очень массивная, но это не вот такая вот астрофизическая черная дыра, которая возникает при взрыве сверхновой. Ну, это вот, скажем так, по-хорошему, там порядка 10-20 масс Солнца. А у этой черной дыры масса, японские ученые определили очень корректно, 3,2... Да, 32 тысячи, простите меня, масс Солнца. Откуда взялась эта черная дыра? Что с ней случилось? А черная дыра, это была, видимо, в центре некого шарового звездного скопления. Что такое шаровое звездное скопление? Шаровое звездное скопление, это, значит, скопление звезд, которые не движутся по орбитам вокруг кого-то, а падают внутрь этого шарового скопления, пролетающие из него возвращаются обратно. Вот так, как такое вот облако, не кеплеровское, а такое облако частиц, которые не могут расстаться из-за взаимной гравитации. И вот, значит, в центре этого шарового звездного скопления то ли возникло, то ли собралось, то ли наметилось. Вот эта гигантская черная дыра, 10-4 на Солнце. При прохождении недалеко от вот этой центральной нашей черной дыры, нашей, потому что это в нашей галактике, в галактике Туманности Андромеды, или просто в галактике с большой буквы, эта черная дыра растеряла все свое шаровое звездное скопление. Оно было поглощено. Ну, поглощено было не сегодня, не вчера. То есть, от такого вот фейерверка поглощения наши астрономы не имели возможности наблюдать. Вот. Осталась только одна черная дыра, которая движется очень близко от центральной черной дыры. Действительно, очень интересный объект, правда? И вот, вы знаете, как вам сказать, ну, я вам скажу правду. Ну, представьте себе, поступает некая информация. Завтра на Землю упадет небесное тело, массы там, соответственно, ну, сравнимый с массой Земли, и масса Земли, и Земля не просто пострадает, ну, в общем, она переживет такой катаплизм, в результате которого, ну, жизнь прекратится на Земле. Как вы думаете, стоит ли об этом сообщать широким массам? Наверное, нет. Я понимаю, там больше двух с половиной тысяч световых лет до этого центра галактики, и если это черная дыра, которая вновь обнаружена, массивная черная дыра, там была две с половиной тысячи лет тому назад, сейчас там ее уже нет. Она слилась с этой сверхмассивной черной дырой, упала на нее. То есть, понимаете, при движении двух гравитирующих масс происходит следующее. Они теряют вот эту вот энергию обоюдного движения за счет излучения гравитационных волн. И вот они излучают гравитационные волны, сближаются, и в конце концов сливаются. Что значит сливаются? Одна дыра падает на другую. Вот представьте себе, чтобы нам, например, кто-то на земле упал из очень большого расстояния. Этот кто-то должен иметь очень большую энергию. То есть, эта энергия адекватна скорости 11 километров в секунду. Это на земле. Мы не черная дыра. И не черная дыра сверхмассивная. А тут две этих черных дыры падают друг на друг. Масса огромная. Соответственно, очень большая космическая скорость. Простите меня, космическая скорость. Там близкая к скорости кого? Света. Да, там же вот какая скорость. Чтобы улететь, не хватает им скорости света. То есть, там эта вот скорость улета, ну, вот такая вот большая. То есть, излучается огромная энергия. Ну, например, при слиянии черных дыр такой астрофизической массы, то есть, порядка 10, 15, 20 масс Солнца, излучается энергия, эквивалентная, ну, скажем так, нескольким массам Солнца. Это черная дыра массы десяток. Да? А тут у нас 32 десятка тысяч масс Солнца. Значит, излучение энергии будет, ну, где-то в тысячу раз больше. То есть, тысяча масс Солнца – это минимум. Это излучение в гравитационном диапазоне. Это, ну, скажем так, нет, как я хорошо сказал, излучение гравитационных волн. Здесь несложный расчет показывает, что на том расстоянии, на котором Солнечная система находится от центра галактики, поток этого излучения составит полмиллиона джоулей на квадратный метр. Полмиллиона джоулей на квадратный метр. Ну, сто тысяч калорий на квадратный метр, если хотите, да? Сто тысяч калорий. Это значит, если это упадет на поверхность воды, то есть один квадратный кубический метр воды – это миллион граммов, да? Ну, он будет… Так, сейчас мы посмотрим. 500, сколько я сказал калорий-то? 100 тысяч калорий. Одна калория нагревает грамм воды на один градус. Значит, один грамм воды будет нагрет на 100 тысяч градусов. Ну, то есть, он, собственно говоря… Ну, в общем, как кошмарная величина. Чего там говорить? Биллион одновременно. Но это будет не в электромагнитном диапазоне энергии, это в энергии в гравитационном тряхнет, дай бог. И вот потом дальнейшего развития этой информации я в интернете не встречал. Хотя астрономы должны, казалось бы, предвкушать, предвкушать такое событие. Они его не предвкушают. Ну, представьте себе, если вам скажут, что завтра, что не просто ваша жизнь прекратится, да? То есть, если вам скажут, что ваша жизнь прекратится завтра, вы приготовите все тебе в мир иной, оставить след для себя, после себя. Все остается людям, скажете вы. А тут ничего не останется, людей не останется. Вот такие вот дела. Страшная новость из центра галактики. Можно так сказать. Я не знаю пока, как мне назвать это видео, но ничего хорошего нас не ожидает. Такая вот весть. Ну, когда это случится, трудно, конечно, сказать. Может, уже случилось. Не, ну то, что случилось, это уже понятно. Но как скоро это дойдет до нас, это гравитационная волна, она дойдет со скоростью света. При этом будет еще, конечно, там происходить какое-то сопутствующее рентгеновское гамма и оптическое излучение. Но они нам не так страшны, потому что центры галактики сложно наблюдать из-за находящихся на луче зрения облаков материи. Облака пыли, газа, их очень много в плоскости галактики. А мы как раз находимся в плоскости галактики. Это нас спасает от тех эксцессов в области рентгеновской гамма-диапазона. Они поглощаются в этой вот толще. Ну, сильно поглощаются. Ну, представляете, наша атмосфера – это один килограмм вещества над каждым сантиметром. То есть это как будто 10 метров воды над нами. Вот, 10 метров воды. А это ещё сколько там, миллионов, миллиардов тонн пыли нас защищают. От рентгена защищат, защитят. А вот от гравитационной волны-то, наверное, нет. Ну, это будет интересно, как всё тряхнёт-то, правда? Наконец-то все поймут, что гравитационные волны существуют, правда, восторжествуют. Но будет поздно. Да. Это такой физический конец света, я бы сказал. Так, ну, вы, однако, не унывайте. Все на том свете будем. Вот. А пока надо жить, не расслабляться. Ну, видите, вот, японские товарищи не расслабились, не стали развернуто публиковать эти данные, не стали. Ну, и мы не будем горевать. Будем делать вид, что ничего не происходит, что ничего не произойдёт. Что ничего нас не ожидает особенного, хотя нас всех ожидает, в конце концов, смерти. Вот. Я призываю вас воспользоваться вашими финансовыми авуарами, поддержать меня по возможности. Внизу есть мои реквизиты для перевода в денег. Ну, поддержать меня и скрасить последние дни обитания, существования нашей галактики, да. Вот я тут со своими котами сосуществую. А вы со мной, а я буду дальше пока рассказывать. Так вот, однажды я вам что-то буду рассказывать про двигатель Стирлинга или про историю Византии. И тут бот! И всё кончится. Это как в фильме, любимый фильм, кстати, нашего президента, «Щит и меч». Детям Йоганн Вайс, советский разведчик Иван Белов, который действует под псевдонимом эсэсовского офицера Йоганна Вайса, приехал к детям в концлагерь. Детей там используют для получения крови. И, значит, привёз в коробку конфет. Конфеты раздают детям, говорят, берите. Ну, один ребёнок, самый главный из этих детей, так сказать, пахан, говорит, съешьте по конфете. Это как будто уснёшь. Вот они все висели по конфетке и легли помирать. Вот так вот люди жили в тупую. Так и вы. Посмотрите моё видео и ложитесь спать. Может быть, утром проснетесь. Субтитры подогнал «Симон»